За полчаса до матча болельщики начали заполнять трибуны. У входа строгий досмотр. Поддержать своих пришли более пяти тысяч челнинцев и гостей. Фан-сектор было слышно даже за пределами поля. На 19-й минуте полузащитник Sky Energy Сергей Ваганов забивает первый гол ворота Камазовцев, а на 32-й минуте Константин Базилюк удвоил результат. Во втором тайме у Камазовцев появился шанс исправить счет. В воротах Абаровчан был назначен штрафной. Повисло минутное молчание на трибунах. Однако полузащитник Михаил Пименов не смог реализовать с пенальти. После этого болельщиков на стадионе заметно убавилось. Взять реванш на последних минутах матча Камазовцам так и не удалось. Это уже пятый подряд поражение Камаза. Сейчас челнинцы находятся на последнем 20-м месте в турнирной таблице. Sky Energy занимает 15-е. Наше преимущество было настолько очевидным, что даже провальная игра со стороны центральных полузащитников позволила нам достаточно уверенно одержать победу. Все старались, все хотели, но результат такой. Поэтому отчаяться нельзя. Будем готовиться. Сейчас игры идут через 3 на 4. В следующей игре тут надо основную группу восстановить. Будем думать, что-то будем. Может поменяем. Надо просмотреть соперника. Следующая домашняя игра состоится уже 20 марта. Камазовцы встретятся с командой «Волга». Лина Сидорова, Петр Греков. Эфир 24.